Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. Сегодня мы будем читать и делать обзор 25 главы этой книги. Наверное, это самая маленькая глава в книге Иова. В ней всего шесть стихов. Но для экзегетов это не проблема. Христианские экзегеты обращают внимание на то, что в данной главе Вилдат дает краткий ответ на выступление Иова как человек, уставший от этого дела. Он оставляет главный вопрос о процветании нечестивцев, ибо не может возразить на доказательства Иова, приведенные в предыдущей главе, но так как, по его мнению, Иов слишком дерзко обращался к божественному величию в своих призывах о божественном суде – это то, что мы видели в 23 главе, то здесь Вилдат в нескольких словах показал бесконечность расстояния между Богом и человеком, тем самым, как бы уча нас, первое – думать более возвышенно и с большим страхом Божьим о Боге. Об этом второй-третий стих плюс пятый стих. «Думать презренно о самих себе» – это четвертый и шестой стих. Однако эти истины, он… Вот в чем ошибка этих друзей? Они иногда говорят очень верно. Но они ошибаются насчет Иова. Весь Ветхий Завет ошибается насчет Нового Завета. Вся синагога ошибается насчет Церкви Иисуса Христа. Поэтому в каждом таком тексте мы находим очень много интересных параллелей и насказаний. Поэтому кроме буквального понимания текста и его истолкования должна присутствовать и аллегория. «И отвечал Вилдад, савхиянин, и сказал…» Ну, на самом деле, здесь Вилдад не дает ответа на последние слова Иова. И речь его не содержит каких-то новых аргументов. Он лишь повторяет то, что было сказано им ранее о могуществе Бога, о величии Бога, о праведности Бога. И что он говорит, второй стих? «Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих». Ну, немножко непонятно, что значит творит мир на высотах своих. И вот культурно-исторический комментарий Библии, который обращается к разным семистским традициям, не только к еврейской традиции, уточняет. Мир на высотах, он творит мир на высотах своих, то есть на небесах. Многие исследователи считают, что Иов имеет в виду происшедшую на заре времен битву. Здесь мы можем посмотреть Иов 9, 13, 26, 12, 13, в которой Бог победил, одолел силы Левиафана, то есть силы зла. Левиафан – это такой образ символический, который указывает на чудовищную силу дьявола. И что интересно, вот в угорицкой мифологии и вавилонской также говорится о том, что небесный порядок утверждается только после окончательной победы высших сил. Вот такие совпадения, они очень важны для нас, они показывают, что в древности все люди как бы были близки к этим богооткровенным истинам. Третий стих. «Есть ли счет воинством Его, и над кем не восходит свет Его?» То есть мы не можем сочетать все воинство Бога, воинство Его ангелов, их тем и тем и тем. То есть тысячи, тысячи и тысячи. «И над кем не восходит свет Его?» Бог – источник света для всего, что только существует. «И пятый стих». Здесь мы делаем некий такой пропуск, пропускаем четвертый. «Вот даже луна и та не светла, и звезды не чисты пред очами Его». Здесь луна – это вообще символ другой жизни, а звезды – это ангелы. И святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский пишет, «Бог есть высочайший и чистейший свет, все сотворенные светы» здесь слово «свет» он использует во множественном числе, «пред Ним тоже, что зимнее мерцание зари или отражение отдалеко скрывшегося на земле солнца». Но это таковы духовные светы. Вещественный свет перед Ним – сумрак, как вещественный он груб и нечист в сравнении с Его несозданным. Созданным все просвещающим светом. То есть Иоанн Кронштадтский пошел немножко другим путем, он говорит, даже свет разных духовных существ в сравнении со светом Божьим – это некое мерцание. А еще же говорит о нашем свете. Если вы слушаете эту беседу вечером, когда уже темно, плодите, отключите свет, потом включите. То есть все, что мы имеем относительно, и только божественное, не приходящее вечно. Теперь четвертый и шестой стих, то, что мы как бы выбрали из контекста. Здесь Вилдад призывает думать о себе критично, чтобы все думали о себе критично. «И как человеку быть правым пред Богом и как быть чистым, рожденном женщиной». И Псалом 50 стих 7, Псалмопевец Давид восклицает, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Мы все инфицированы грехом, фактом зачатия и фактом рождения. Един свят – это Господь наш, Иисус Христос. И последний, шестой стих этой маленькой главы. «Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Не надо спешить оскорбляться тем, что человек уподобляется червякам. Я вот специально, когда готовился к этой беседе, я обратил внимание на то, как ученые описывают ситуацию, в которой мы живем уже теперь. Виды паразитов в организме человека исключительно многообразны, настаивает современная наука. В их число, наряду с многоклеточными и простейшими, входят также вирусы, бактерии и грибы, которые паразитируют за счет человеческого организма. Хотя в медицинской традиции вирусы и бактерии не принято относить к паразитам. В организме человека разные виды паразитов локализуются не только в кишечнике, как принято считать, но и во многих других органах, в крови, тканях мышц, в суставах, как в головном мозге, так и в спинном, костном и даже в глазах. Особенно подвержены их воздействию, вот этих паразитов, этих червей, такие внутренние органы, как печень, легкие и сердце. Поэтому Слово Божие, оно не оскорбляет человека, когда говорится «человек, который есть червь», Слово Божие констатирует ту ситуацию, в которой мы оказались. Итак, сегодня мы разобрали самую, наверное, короткую главу в книге Иова, 25 глава, всего 6 стихов. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Также молитесь за то служение Слова, которое мы совершаем на нашем библейском портале. Продолжение следует...